Что-то, видимо, дальше надо было ехать. Ну ладно, что-то едим. Такое весеннее, как будто по реке едем, но мы не на реке. Так, заехали в Катайск. Всем привет отсюда. Тут снега тоже много. Что, ты сразу будешь зачитать? Давай. Катайск. Город Урганской области России. А, это уже Курганская область? Да. Название поселения происходит от реки Катайка. О, навигатор заработал такой. Да, да. Катайск расположен на реке Есети, притоке Добова. Устье реки Катайки. Население. Экономика. Градообразующими предприятиями является Катайский насосный завод, созданный в 1941 году на базе эвакуированного Мелитопольского завода насосно-компрессорного оборудования. На предприятии работает свыше 700 человек, что составляет 16% всех рабочих мест в Катайске. предприятие обеспечит 12% налоговых поступлений. Население составляет на 2021 год 11 881 человек. В 1904 году было 1250 целоэктов. Дальше Дальше Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова на которой везли зерно из ближайших уездах. Съезжались купцы из разных уголков страны. Ярмарка проводилась два раза в год. За год через Катайск проходило до трех миллионов удов хлеба. В наши дни градообразующим предприятием является Катайский насосный завод. Катайский насосный завод приглашает на работу. Квартирные домики пошли. Вот главное здание. Смотри, как часть так сделана, часть по-другому или переделана. Красно-белая. А где старинный здание-то? Нет, понятно, ты в Яндексе сделай. Так-то в Википедии. В Википедии-то мы можем прочитать много чего угодно, но мы не знаем расположение. Дом. Нет. Что-то непонятно. Центр города. Ленин стоит. Позолоченный. Так, едем дальше. По улице Ленина проехали. Сейчас предлагаю доедем, наверное, до конца, проедем по другую улицу. А, хотя поехали сейчас. Ох, сейчас свернем. Так, стоп. Что-то пропускаем всех. Поворачивает. Домашние птицы в Башкирии. Не надо никому. Ремонт обуви. Изготовление ключей. Можно туда съездить. Вид, посмотреть, и потом разорнуться. А, мостик-то какой-то. А, у нее нормальный мостик. А, так мы из Катайской выехали. Ну ладно. Река и Осетия. Я-то думал, он там и продолжается дальше. Кстати, она тут не замерзшая. По-моему. Или замерзшая, замерзшая. И там лыжня. На лыжи катается. А это мы куда-нибудь чайно въехали. Ильинская. А, вот как. Там какая-то табличка. Мясо-перерабатывающий комбинат Добродел. Никто не знает такую фирму? Добродел. Ну, что-то знакомое. Мне кажется, въехали. Ну, может, туда не поедем, сейчас-то развернемся. Кто знает, ребят, фирму Добродел? Я вот продукцию прям не помню. Так, обратно в Катайк заехались. По другую улицу проедемся. Здесь мы кушать не будем, скорее всего. Просто, ребят, поймите нас правильно. Если кушать везде, во-первых, мы толстые станем. Только это все денег стоит. Немалых. Сами учитывайте, заправка, машина, затраты. Это, конечно, все. Поэтому, ну, по мере голода будем кушать. По мере необходимости, так сказать. Ну, а если кто-то хочет нам, наверное, проспонсировать обедик в каком-то районе, например, в каком-то городе, в котором мы поедем, мы только с радостью. Мы прямо отчитаемся даже в видео, что спасибо тому-то. поели настолько-то, там-то. И можете что посоветовать. Так вот нескромно поступлю. Да, кстати, и ставим, пожалуйста, ребят, лайки. За это очень благодарен. А где древний дом? Не древний, а старинный. А, ну вот старинный домик, да. А вот это какое-то производство, что ли. Это улица у нас советская. Ну да, вот деревянный, да. Почему-то на нем водоканал написан. Странно. Магазин Олимпийские продукты. Угу. А, ну вот они стоят. О, кстати, вот симпатичный стоит. Или это предприятие, какое-то предприятие. Парикмахерская Валерия там. Там какой-то замок внутри, Катайский районный суд. Одно мне интересно. По радиации тут все тоже в пределах нормы. Все нормально. Ой, а тут что-то у них это, гулятельная. Видите, типа набережная, что ли. Да? Да. Блин, надо было остановиться, наверное. Только я там не видел парковки. Здесь получается по дороге идти, тротуара нет. Благо близко. Да, не знаю. Пока машин нет. Куда они пошли? Место мы дошли до сюда. Все целые, живые. Интересно, стоящие-то места нет? Ага. Ну, холодно здесь, минус 25. Прям чувствуется. А, так смотри, дальше что-то пошло. Дальше ступенька куда-то пошла, интересно. Тут летом, наверное, классно. Зимой, чувствую, не очень. А, так там тропа какая-то. Вон туалет какой-то стоит. Видишь, снизу беседка. То есть, тут целая набережная? А, нет, все. Наверное. То есть, это как бы типа набережная, я так понимаю. Ну, да. Можно было родителями не ходить? По идее, это-то. А это что за знак? Девица, это же русалка, по-моему, да? Походу, да. Так, ладно, мы пошли, короче, машину сюда пригнать. Потому что родители обратно не дойдут по дороге с Кольской. Тротуара нету тут. Сейчас только-то заберем, потом развернемся. Чего у вас так холодно-то в Катайске? Минус 24. Кочмар какой-то. Оп. Дальше. Холодно на улицу, уходить чуть неохота. Вот старинное здание. И не действующее. Точно, явно. Голд-мойка, она завалена. Вообще там ничего не почистило. Понятно, не работает. О, церковь скорбящая. Так называется. Дом народное, лес. А, лес народное, это состояние. Дом прочитал. Так, а тут направо нельзя поворачивать. Кирпич. Ресторан и сеть. О, как. Целый ресторан, смотрите. Только местные жители подскажите, стоит, нет, его посещать. Крутой ресторан. Цены-то, наверное, не должны тут большие быть. Вот старинное здание, сооружение. Ох, какие ворота-то мощные. Так, ладно, поворачиваем направо. Ну же, там мы опять в частную зону какую-то выезжаем, которую нам не надо. Как-то здесь нет табличек достопримечательностей совсем. Вот странно, даже у нас в городе Косли есть. Это школа, этот спортзал у них. Неудобно ничего не найти в этом плане. А так бы были таблички, класс. А, ну там, смотрите, парк Победы, да, по-моему, наверное, техника стоит военная. Да, какой-то парк небольшой, елка. А, ну это, не знаю, центр, даже не центр. Собачка бежит. Ну ладно, я идем дальше. 229. Не знаю, вот это, наверное, здание. Так вот это. Что-то есть в музее. А, музей, но... На снимке тонн красивее. Ну да, тут это как-то постоянно... Катайска, снова, 1655 года. Ну, тут, короче, я так понял, не все отреставрировано просто. Хотя, может, просто зима. Зимой же тоже все тушно. Хотя солнышко светит. В принципе... Солнце сегодня целый день будет с нами. Вот еще что-то катайское отделение. Круганского филиала, дальше не дочитал. Так, а давайте здесь налево повернем, да? Мы на главной. Ну вот, смотри, терочка, магнит, косметик. А ты про население-то не говорил, по-моему? Катайское население растет, не растет? Какое количество... Я не помню. Так, ярмарк. Школа. Добро пожаловать. Что это улица 30 лет победы. Так, куда-то заехали в промышленный. Население катайское на 21-й год 11 881 человек. Отселение падает. Отчисленность уменьшается. Что-то мы заехали куда-то в частный район. Отличный домик. Без балкона, правда, висел. Здесь 30 лет. Угу. У нас 40 лет, да? 30. Это, видимо, когда улица создавалась, тогда и отсчитывали год. А, вот снова ярмарка. А, тут проезжали уже. Это что за серый домик такой? А, кирпичный. У меня какое-то двоякое впечатление. И положительное, и отрицательное. Отрицательное их больше. В плане того, что реально тут и тартуары, что-то все снегом завалены. И как-то, блин. Олеек мало всех. Чтобы там погулять, либо еще что-то. Только вот одно место нашли, и все. Все, конечно, в сравнении. Зато там он симпатичный, что-то. Детский садик, кстати. Большой такой. Вообще здоровенный. Наверное, на весь район детский садик. Ну, да, вот он красивый. Разворачиваться тогда нам. Или здесь мы проедем? Нет, здесь, наверное, не проедем. Хотя, давайте здесь проедем пострелку. Это дорожный. С желтыми рамками около окон. Там внутри кирпичный. Все, выезжаем. Вернее, едем на выезд. Там что-то поясники, что ли, стоят? Ага, смотрят, кто тут на стоп остановился, кто нет. Прикольно. Встали они там. За сугробик спрятались. Вдруг Серега посмотрит, да? Привет ему. По радиации тоже тут все ниже нормы. Заправочная станция Роснефть. 95, 52, 10. 92, 48, ровно. Дизель 63, ровно. Что у нас дальше выйдет? У нас будет Долматово. Долматово. Что за домик такой? Нежилой, наверное. Заброшенный. Так, ну все, выезжаем из Катайска. Катайску. Всем жителям Оу. Пока-пока. До встречи. Всем удачи. Мы дальше в Долматово и Шадринск.